Сегодня я сварила оленьий бульон без каких-то либо добавок, только положила целую головку лука. Варила я его так, как готовила моя бабушка Захарова Анна Александровна. Мясо с костями промыла, залила родниковой водой и поставила варить. Дала возможность закипеть, а затем сняла пенку, то есть то, что образовалось, накипь вместе с кровью. Но не все убираю, потому что кровь все-таки полезна для организма. Затем, когда она закипела, я убавляю огонь и ставлю томиться. Томиться где-то порядка час-полтора, все зависит от мяса. Если мясо молодое, то недолго варится, но если, естественно, постарше, то оно, возможно, пожестче. Все же зависит от того, что важенка или хора, то есть бык. В любом случае, мясо готовится. В это время я занимаюсь своими делами и в то же время посматриваю, как у меня идет процесс приготовления. Естественно, солю, не сразу, а так как мясо имеет свойство отдавать жидкость и может быть жестким, поэтому я готовлю мясо, посыпаю солью уже в процессе приготовления. Для того, чтобы был не очень соленый бульон. Затем бульон наливаю в чашечку и добавляю вот такой бульончик у нас получается. И добавляю вот в чашечку. Получился немножко постный бульон, потому что мясо без жира. Скорее всего, молодое, потому что не успел нагулять теленочек себе жир. Ну, не сомневаюсь, что оно такое же вкусное. И также добавляю воронику. Это черная ягода, у нас по-самски называется чиннуш. Почему я это делаю? Во-первых, это вкусно. Во-вторых, когда пьешь горячий бульон, мороженая ягода, она забирает вот эту как раз горячность. То есть получается у нас такой микс холода и жара, тепла. Возможно, немножко у меня качество. Вот. Ну и с успехом этот бульон выпиваю. Приятного аппетита!